Всем привет, это Вьетнам. Меня зовут Илья, я нахожусь в городе Ничан. И у нас здесь продолжается жесткий локдаун в связи с коронавирусом и последней волной, захлестнувшей Вьетнам. На днях сотрудники телеканала НТВ обратились ко мне, попросили поснимать обстановочку здесь и показать, что здесь происходит. Есть такая передача, называется «Центральное телевидение с Вадимом Такманёвым». Она выходит по субботам на НТВ в 19 часов по московскому времени. Я телевидение не смотрю уже несколько лет и про эту передачу ничего не знал. Оказалось, действительно интересная телевизионная передача. Там рассказывают о мировых событиях, случившихся за неделю. И к субботе, 11 сентября, они готовили сюжет про коронавирус в мире. Как это всегда и бывает, я отправил им достаточно много материала, но для своего выпуска они взяли совсем чуть-чуть. Помимо моей съемки, они еще взяли выпуск Сергея Куропова с его YouTube-канала «Тру Вьетнам». Вот смотрите, что получилось. Соединенные Штаты на этой неделе накрыла новая волна коронавируса. И число смертей вернулось к весенним пикам, когда вирус ежедневно убивал полторы тысячи американцев. И тут возникает вопрос, так неужели надежда на вакцины будет разрушена наступлением коварной дельты? И что тогда делать? Снова запереться и сидеть всем по домам, как это делают в Новой Зеландии и в некоторых других странах, которые до сих пор не хотят отказываться от карательных мер? Но в таком случае придется учитывать, что новые мутации коронавируса продолжают проникать за самые строгие карантинные барьеры и заставляют политиков, сделавших ставку на антиковидные ограничения, еще сильнее закручивать гайки. И глядя на пример азиатских стран, где за распространение коронавируса уже судят и сажают в тюрьму, кажется, что кое-где борьба с коронавирусом тоже мутирует в глобальную диктатуру. Это Вьетнам, каким его запомнили туристы. Солнечные пляжи, транспортный коллапс, дешевый шоппинг и экзотическая кухня. Но нет, вот как выглядит современный Вьетнам. Если вышел на улицу без маски, общение с полицией будет таким. Тотальная блокада, санитарный фашизм и безумная полицейщина ожидаемо привели к катастрофе. Я не преувеличиваю, это не сгущение красок. Это Сергей Куропов, наш соотечественник, бывший телевизионщик. А сейчас он снимает для своего блога настоящий Вьетнам. Он живет в районе, где обнаружили пациентов с ковидом, в так называемой красной зоне. Не войти туда, не выйти из этих зеленых зон нельзя, это строго запрещено. В эту зеленую зону специально для зрителей Центрального телевидения проник другой наш соотечественник Илья Алексеев. Чтобы выехать, нужно письменное разрешение. Вот он на своем байке едет вдоль пустого пляжа в Нячанге. А это университетский кампус. Сейчас здесь изолятор для всех, кто контактировал с больными. Покажите свое разрешение, где ваше удостоверение личности, как вы здесь оказались. На каком основании вы покинули дом? Вы не можете уезжать. Вас, наверное, надо задержать и штрафовать. Мы завели мотор байка сразу и сразу уехали от них. То есть можно было просто сейчас домой не вернуться нам, и все. Повезло. Вот апофеоз неповиновения антиковидной политики вьетнамских властей. Ле Ван Три из Камоа в зале суда. 28-летний парень не прошел карантин и заразил восьмерых коронавирусом. В итоге ближайшие пять лет он проведет за решеткой. Приговорен к пяти годам лишения свободы за преднамеренное распространение болезни. Но политическим наследникам Хошимина все же повезло с электоратом. Мы не смеем ничего говорить об этой ситуации. Все зависит от правительства. Покорные вьетнамцы безропотно переносят коронавирусную диктатуру. То ли дело свободная Европа? На свалку историю выброшены и лозунги антиглобалистов. Там же оказались и наводившие шорох на парижских улицах желтые жилеты. Теперь главный раздражитель, который выводит людей на улицы – коронавирус. Точнее, антиковидные ограничения. У этой оппозиции нет ни фондов, ни штаба, ни лидеров. Но зато с каждым днем эта оппозиция наращивает свою силу, мощь и политический вес. Итальянская полиция провела обыски у антипрививочников. Кастеты в тумбе письменного стола. В рюкзаках – дубинки и перцовые спреи. Европейцы уже выходят на улицу, вооруженные не только булыжниками, оружием пролетариата, но и современными средствами уличной войны. Европейцы уже выходят на улицу.